В немецком Штутгарте завершился восьмой чемпионат и первенство мира по фудакан-карате. Наш регион представляли воспитанники Академии боевых искусств Будасан. Им удалось привезти с этого крупнейшего старта 22 медали – 6 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Но все же сюрпризов сильных не было. Первая команда места заняли традиционно Румыны, второе место занял сборная России, третья – сербы, и в десятку вошли США, Германия, Италия и так далее. Мы выступили лучше всех из сборной России, как отдельный регион. Конечно, задач не было выступать лучше всех из сборной России, задача была лучше всех среди всех сборных выступить. И, в принципе, во многих категориях нам это удалось, но где-то чуть-чуть не хватило. Но будем работать дальше, ребята обещают, что будут сражаться. Никита занимается каратэ уже 6 лет. Этот старт стал для него серьезным этапом в спортивной карьере. Мальчик исполнил мечту и обзавелся новый – получить 10-й дан. Рассказывает, что готов тренироваться и дальше, даже с большим усердием. Кроме того, Никита стал первым чемпионом в новой дисциплине Будасан, придуманной и отработанной в нашем городе. Я очень доволен своим результатом. На этом турнире я стал впервые чемпионом мира. Мой результат – одно золото, два серебра и одна бронза. Для меня был бой за первое место с сербом. У нас была борьба, и я его смог выиграть. Но для меня самый сложный момент был в борьбе, когда он мне взял ногу, но я все-таки на одной ноге устоял и перевел борьбу в партер, и там его смог удалить. Такой серьезный старт для каратистов очень полезен с точки зрения опыта. Позволяет ближе познакомиться с соперниками, понять их слабые стороны и научиться побеждать в самой важной схватке – с волнением. Все зависит от подготовки. Во-первых, морально, во-вторых, и физически. Если ты физически подготовлен, то есть уверен в себе, то морально будет не так сложно подготовиться, потому что ты будешь уверен, что можешь победить соперника. В мировом первенстве участвовали полторы тысячи каратистов из 55 стран. Россию представляли 160 спортсменов, 25 из них – из нашего города. А вот тренировки пока призеры и чемпионы будут проводить в щадящем режиме. Всем нужен отдых. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.